МАГИЯ ОРУЖИЕ В эфире Магия Оружия и я, Джим Скоттон. Сегодня мы почтим давние традиции нашей страны. Удивительные выстрелы тех немногих, кто способен удивлять и развлекать. Многие называют это фокусами с оружием, но здесь нет никакой хитрости. Лишь меткий глаз и верная рука. Лучше подойдет термин «показательная стрельба». Показательная стрельба стала популярной в начале 20 века, в основном благодаря шоу «Буффало Билла Дикий Запад». Оно пользовалось международной популярностью, представляя таких стрелков, как великая Энни Оукли, ставшая легендой благодаря своему выстрелу с помощью зеркала. В 20-х и 30-х годах стрелки-профессионалы продолжили традицию, и самым знаменитым был, наверное, Эд МакГиверн. Он славился проворностью своих револьверов Смит и Вессон и стал единственным, кто сбил две воздушные мишени из двух револьверов одновременно. Благодаря популярности стрелков-профессионалов, все больше производителей оружия становилось их спонсорами. Одним из величайших представителей нового поколения был Херб Парсенс, который удивлял зрителей своими гладкоствольными винчестерами. Он стрелял по воздушным целям и больше известен сбиванием нескольких тарелочек сразу. У меня семь тарелочек. Я их подброшу и разобью каждую отдельным выстрелом до того, как они коснутся земли. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь. Начали. В 90-х годах 20-го века наша программа подхватила эту традицию. За последние семь лет мы показали вам невероятные выстрелы, исполненные некоторыми из сегодняшних величайших стрелков. Стрелки-профессионалы всегда пытаются повторить знаменитые выстрелы своих предшественников. Чаще всего копируют Энни Оукли, и ее выстрелы с зеркалом. Боб Мандон и Байрон Фергюсон не исключение. Но они оба сделали шаг дальше. Это кольцо с бриллиантами, которое жена подарила мне на 30-ю годовщину свадьбы. Глядя в одной из граней, как через призму на прицел револьвера, я попаду в цель. Или попробую. Лучше надену кольцо обратно, ведь я женат. Сейчас вы увидите оригинальный выстрел Фергюсона. Мы попробуем сбить диск, глядя в зеркало. Видели? Надеюсь, что да. Если вы думаете, что я повторю, вы еще безумнее, чем я. Невероятно, Байрон. Мы видели. Возможно, вы думаете, что наши стрелки только и делают, что тренируются. Но и Боб, и Джон Саттервайт находят время, чтобы поиграть в гольф. Пора сыграть партию в гольф. Мяч уже ждет нас. Посмотрим, что у нас получится. Давайте посмотрим, что это выглядит. Так, теперь мы нанесем удар клином. Сейчас мы загоним птичку в клетку. Учись, Арнольд Палмер. Сейчас мы добавим в гольф еще один элемент. Вот моя клюшка, большая железяка. Попробуем. Я подброшу мяч и попаду в него. Готово. Пошли, отыщем мяч. Я сделал в нем лунку из большой железяки. Вот что мы называем игрой в гольф. Но ничто не сравнится с умением Байрона Фергюсона метать стрелы. Насколько нам известно, он единственный, кто делает рикошетные выстрелы. Байрона Фергюсона метать стрелы. Джон Саттервайт, специалист по дробовикам. Он любит ошеломлять публику. Но чтобы доказать свое искусство, он взял винтовку 22-го калибра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что скажете, чей сынок лучше, его или мой, который я сделал в прошлый раз? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должен сказать, что между двумя нашими стрелками всегда шло негласное состязание. И не важно, что у Байрона стрелы, а у Боба пули. Они наблюдают друг за другом и придумывают, как обойти соперника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отличный выстрел, Байрон. Так ведь и я не промах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ответ Боб поразил мишень со 183 метров и скурносов револьвера. По-моему, очень далеко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом Боб пошел дальше и разорвал игральную карту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где вторая половина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем он быстро увеличил ставки, применив револьвер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в прошлый раз Байрон показал, что может разрезать не одну, а две карты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. Две карты одной стрелой. Остались еще воздушные цели. Оба без проблем сбивали тарелочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем перешли на четвертаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что теперь? Раз у нас ничья, дальше будут десятицентовые монеты. Автомат с Кока-Колой такую не примет. Но Байрон решил сделать решительный шаг вперед. Он пропустил монету в 10 центов и сразу перешел на аспирин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это копия первого револьвера Сэма Кольта, модель Паттерсон, начало многозарядного оружия. Но в том, что он изобрел будущее, Сэму Кольту удалось убедить только техасских рейнджеров. Его первое предприятие потерпело неудачу, как и первое детище изобретателя. В 1830 году 16-летний матрос Сэм Кольт воплотил в свою идею многозарядного оружия. Его блестящая конструкция, в которой заряженный барабан вращался при взведении курка, используется и сегодня. Кольт обратился к оружейнику Джону Пирсону, который вручную изготовил ему прототип из металла и дерева. Кольт нашел инвесторов и построил фабрику в городе Паттерсон, Нью-Джерси. Это было самое передовое оружейное предприятие в Америке. Револьвер, выпускавшийся его первой фабрикой, со временем получил наименование Кольт Паттерсон. Это был капсульный револьвер 36-го калибра. Его уникальной чертой был спусковой крючок, который выпускался, когда курок возводился полностью. Контракт с американским правительством гарантировал бы Кольту прибыль, но испытания, проведенные в Уэст-Пойнте, показали, что револьвер излишне сложен и часто отказывает из-за оседания нагара на внутреннем механизме. Но одним из лучших клиентов Кольта стала Республика Техас. Техасские рейнджеры решили, что новое оружие поможет им выполнять их работу, поддерживать мир. В начале 40-х годов капитан Хейс выдал каждому из 15 своих людей пару паттерсонов и по два запасных барабана. И именно с этим револьвером они начали сражаться верхом. До этого они воевали только как пехота. В 1844 году 15 солдат капитана Хейза, вооруженных паттерсонами, атаковали и разбили 80 командчиков, считавшихся лучшими конниками Запада. Но замена барабана или перезарядка оружия в седле были весьма затруднительны. К тому же для заряжания нужен был отдельный инструмент. Сэм Кольт пытался привлечь больше покупателей другими моделями своего револьвера. Кольт изготовил примерно 2700 паттерсонов в разных вариантах для ношения в кармане, за поясом или в кобуре. Это модификация для кобуры. Обычно её называют техасская модель. Из-за неполадок механизма и отсутствия правительственного заказа в 1842 году компания Пейтент Армс закрылась. Оставшиеся оружия, запчасти и станки продали с аукциона, временно заморозив мечту Кольта. Он вернётся к производству оружия в 1846 году с револьвером Уокер. Но Паттерсон навсегда останется первым шагом к созданию многозарядного оружия, сделанным Сэмом Кольтом. Это была «Магия оружия» и Джим Скоттон. До встречи. Не забывайте о безопасности и вейте в десятку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова